Добрый день, дорогие друзья! И сегодня решила записать еще один ролик. Утром был интересный вопрос. И я думаю, ответ на него будет интересен и на широкой аудитории также. Я хочу сегодня поговорить о технике РПТ. Техника РПТ. На эту тему я очень много выложила. Сама рекламы перед первым семинаром, который прошел в Белоруссии. И перед этим было много материалов, где профессиональные психотерапевты, психиатры выступали на эту тему. Это один момент. Знаете, когда говорят люди научным языком и открыто, это одна тема. Я вам скажу просто популярным популистским языком, как потребитель этой техники. Как человек, который изучает разные техники и примеряет, каким образом ее можно встроить в свою жизнь. И как многие другие концепции, это тоже концепция, да? А как многие другие концепции, она тоже имеет свои плюсы и минусы, да? Она не идеальна. Но в ней есть реально рабочие моменты. Вот смотрите, что меня заинтересовало. На самом деле РПТ – это тот же самый регрессивный гипноз. Тот же самый регрессивный гипноз. Но если мы привыкаем к стандартному варианту регрессивного гипноза, когда нас гипнотизер ведет в прошлое, доходит до каких-то травмирующих моментов, они перепроживаются, потом через них идет вход в следующий момент, ищется какая-то корневая травма, она перепроживается, перепросматривается, в ней ищется инстинктивная реакция, извлекаются сознания, находятся вторичные выгоды, перепрописывается другой сценарий. То есть каждый работает по-разному. Приблизительно в этом ключе ведется работа, и поэтому на решение одной травматической ситуации уходит, как правило, не один, иногда, в лучшем случае, один сеанс работы с гипнотизером. То есть это достаточно такая длительная работа, когда человек проводит индивидуальную терапию такую. Дело в том, что когда говорят, что я пошел к экстрасенсу, и мы там гуляли по прошлым жизням и так далее, цель примерно идет идентичная. Все равно цель в регрессе – найти травмирующие ситуации, их осознать, перепрожить, завершить, иногда извлечь ресурсы энергетические оттуда, схлопнуть их и вывести человека уже в этот мир, в эту реальность, но с другим отношением к ситуации. Так вот, смотрите, чем меня заинтересовала техника РПТ? Я очень люблю эффективные вещи. Так вот, там берется перинатальный период, а в перинатальный период у человека на уровне информационных меток в ДНК есть информация, я говорю не о коде ДНК, я говорю именно об информационных метках, есть информация о большинстве его заболеваниях и о всей его неосознанной жизни. То есть все, что прописано сценарием, назовите это кармой, еще как-нибудь, и то, что идет к нам по роду, либо по нашим прошлым жизням, либо-либо. Тут варианты можно гадать, но есть информация о том, что вот такая-то ситуация, такой-то спусковой механизм, там будет травма предательства, и это травма предательства повлечет вот такие последствия. И в дальнейшем у человека развивается заболевание, и это заболевание уже проявлено в этом материальном мире, и оно, и, казалось бы, тот событийный ряд никоим образом не связано, но при этом врачи не могут объяснить, вот как это все взялось и как это все развивается. Ну, говорят, имеет психосоматическую основу. Так вот, оказывается, вот эти психосоматические основы, они завязаны с событийными рядами, и они завязаны со здоровьем человека непосредственно. И ходить в каждый пункт, вот этот вот изучать, исследовать и перепроживать в каждую травму, на самом деле это болезненно и тяжело. Но если взять перинатальный период и пройти весь его путь, да, с момента зачатия до момента рождения, и в определенных точках прогнать через чувства и ощущения, как это делается в РПТ по технологии, да, извлечь те моменты, где ставилась метка, и их перепрожить и изменить инстинктивные реакции на эти моменты, да, это те моменты, которые идут именно связаны с инстинктами. С инстинктами. Получается, что процентов, ну, мне трудно говорить, я думаю, больше 50, да, процентов 60 информации можно подкорректировать, да, как-то затереть. И что происходит? Происходит как бы такой разрыв. Если у вас заболевание, например, развилось в этой жизни, да, но корнями оно уходит в какие-то либо наследственные вещи, либо в ваши кармические, то вы как бы в моменте, когда это всё прописывалось в вашем теле, убираете информацию. И тогда у вас остаётся доработать физическое тело на восстановление. То есть у вас не будет из подсознания постоянно приходить маячок о возврате болезни. То есть таким образом можно работать и с сахарным диабетом, и с разными парализациями, рассеянным склерозом и так далее. Очень много заболеваний, которые будут иметь этот спусковой механизм, да, достаточно тяжёлых заболеваний. И кроме того, много хронических заболеваний, практически все хронические заболевания будут иметь там отклики и так далее. И получается, что с одной стороны вроде как вы не получаете мгновенного исцеления. То есть если вы читаете где-то это в рекламе, то я считаю, что это будет лажей, да. Но при этом в дальнейшем, дорабатывая уже физическое тело, у вас будут результаты. И эти результаты, они не заставляют себя ждать. Я не буду приводить примеры, я говорю не голословно. У меня в жизни есть на что опираться, да, на те примеры, которые мой опыт показывает, достаточно такие зверские. Но они действительно, эта техника действительно работает. Да, то есть через эту технику, вот сейчас можно работать с алкоголизмом, с наркоманией, перед тем, как лечить и корректировать личность, затереть информацию, потому что она обязательно уйдёт корнями в прошлое. Вот. И получается, что те же самые расстановки по Хеллингеру или те же самые путешествия во время холотропного дыхания, переходы, они как бы инстинктивные реакции до конца не доработали. То есть они вроде бы погрузили, вроде бы конкретно единичные ситуации выдёргиваются, да, а вот комплексно взять и пройти от, и до, и в этот период сменить большим блоком информацию не получалось. Вот РПТ эту проблему решила достаточно эффективно. И у них действительно, если вот они откатывают, как танк, вот этот перинатальный период, то потом возвратов нет. Можно это всё мистифицировать, можно не мистифицировать. Но для себя я определилась, что хотя бы один раз в жизни откатать себя, вот по этим схемам РПТ, очень даже классно. Почему классно? Потому что это очень резко сказывается на жизни и на инстинктивных реакциях. Инстинктивные реакции, понимаете, если вы в жизни ничего не меняете, да, то вроде бы они и не важны. Но если вам надо что-то изменить, то они уже важны в реагировании. И не всегда что-то изменить, это звучит как выйти за другого человека замуж, или сменить квартиру, или сменить машину. Мы почему-то это ассоциируем с материальным миром, именно таким накопительным. Я говорю, например, получить новый навык. Вот пойти научиться водить мотоцикл. И вы понимаете, что первые 20 минут, когда вы занимаетесь тем делом, которое вы никогда не занимались, ваше тело идёт в раздрайв с вашими намерениями как-то повлиять на движение, на траекторию и так далее. Надо приспосабливаться, мозг кипит. И в какой-то момент, вы понимаете, он выстраивает новые межнейронные связи. И вы начинаете обучаться, да. И вы начинаете обучаться. Если у вас нет информации такой жёсткой, что только так или неправильно, да, по-другому, то у вас получается адаптироваться и приспособиться быстро. И уже в конце первого занятия вы уже нормально будете ездить в змейки, и даже вас уже могут послать кататься на круг, да. А если у вас вот с этими программами подсознательными, инстинктивными в башке бардак, то вы будете 5 и 6 занять и катать змейку, и всё равно будете дубовым и не сможете прижать эти ноги к баку. Это вот я говорю по наблюдениям, как это всё происходит в жизни. А ведь это наши инстинктивные реакции. Поэтому, когда я говорю об изменении в жизни, это не только о том, чтобы. Это вот что-то накопить в жизни. Я говорю о том, что для того, чтобы в этой жизни жить комфортно, иногда надо развиваться, иногда надо осваивать новые навыки, новые профессии, новые возможности. Открывать новые страны, новые горизонты. Тогда жизнь действительно становится наполненной игрой. А для этого иногда надо заглянуть в своё подсознание и убрать оттуда те ограничения, которые пришли к нам откуда-то, из генетики, ещё откуда-то. Но они есть, но есть, но и слава Богу, давайте их почистили, убрали и так далее. И тут ещё для тех, кто занимается духовными практиками, есть тоже над чем подумать, помедитировать. Все вот эти рефлекторные наши программы, это тоже программы, это тоже неосознанность. Понимаете, когда мы говорим об осознанности, мы так или иначе будем говорить об инстинктивных реакциях. И так или иначе нам надо будет искать какую-то техническую базу, как с этим работать. Я слышала один вариант, когда человек, который достиг просветления, рассказывал, как он два года просто тупо писал, наблюдал за собой, за своими реакциями, выписывал, осознавал их, перепроживал их и удалял. Писал, осознавал, проживал и удалял. Вот так два года. Два года человека вставило, после того, как его диск освободился, дисковое пространство, его вставило, и он достиг определенных глубинных трансформационных состояний. Но дело в том, что эти два года можно было жить и полноценно, и параллельно, что-то отработать, что-то изменить и так далее. И это тоже работа над собой, и это тоже духовность. Не надо под слово «духовность» засовывать религию. Давайте мы под слово «духовность» будем исходить от силового потенциала человека, от его ресурсных состояний и от возможностей его психики, заложенных и данных нам от природы и от Бога. И если мы хотим ими пользоваться на полную катушку, значит, надо понимать, что ресурсов, места на дисковом пространстве в нашем компьютере должно хватать. Это значит, иногда нам подчищать нужно то, чего там лишнее. Это тоже концепция, но для меня она рабочая. Если вы с ней согласны, то вы можете ее сделать точно так же рабочей в своей жизни. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok